Чуваш Автотранс прекратил перевозки в Чебоксарах. Предприятие идет к банкротству. Временные перевозчики уже приступили к работе по 16 муниципальным маршрутам. Серьезных сбоев в транспортном обеспечении нет. Добраться можно в любые районы столицы, такие как Соляное, Садовое и Завражное. Единственная проблема у жителей поселка Синьяло Чебоксарского района. Чуваш Автотранс объединил два маршрута. 15-й муниципальный и 177-й межмуниципальный. И раньше жители добирались до города без пересадок. Теперь уже возникла проблема. Управлением ЖКХ энергетики транспорта и связи администрации города Чебоксары в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики подготовлено предложение по изменению муниципального маршрута номер 15 в части его продления до Синьяльского сельского поселения. Это позволит жителям поселка без пересадки добираться до Новоюжного, Центрального и Северо-Западного районов города Чебоксары. Что касается стоимости проезда, на каждом маршруте она может разниться. Перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и город назначить конкретную стоимость проезда не может. Мы можем у них запрашивать информацию, рекомендовать и организовать стоимость по стабильным и понятным ценам нашим горожанам. В основном это будут автобусы малого класса, соответственно они будут обслуживать по их же заявлениям по 19-23 рубля. Что касается заранее купленных проездных билетов, деньги за них обещают вернуть. Сделать это можно в офисах ЕТК. Глава столичной администрации подчеркнул, нужно вести мониторинг за новыми перевозчиками и поставил задачу обеспечить перевозки граждан со всех районов города. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.